Бонжур, дамы и господа! Канал Рыболовные Приключения. Вернулся с очередной рыбалки, но прежде чем посмотреть видео, хотел бы вам немножко рассказать предысторию. Позвонил мне приятель, говорит, купил два шикарных воблера, копий, под названием Мегабас Каната 160-й. Здоровенный воблер! И Депс Болисонг 130-й. Ну, меня это очень сильно заинтересовало, заинтриговало, и захотел я посмотреть, как можно на большие воблеры ловить щуку. Я к этому скептически относился, не верил. Думаю, твистерочек, копыта, брюсенка, вот это пойдет. А, блин, 160-й, 130-й воблеры, ну куда? Заехали с ним на прекрасное озеро, правда, глубина там максимальная 2,5 метра. Травищие, хоть уже и поздняя осень, но, блин, трава все-таки была. Увидели около 10 лодок, и когда мы собирали свою лодку, те уже потиху выплывали. Говорят, глухо. На блеск, на пробовали, на резину, твистеры, шмистеры, нифига. Но он говорит, не переживай, эти воблеры покажут, где раки зимуют, где щука зимует. Вот, ну, видео получилось небольшое, так как, повторюсь, там погода была дикая. Снимать было очень опасно, мог загубить камеру. То дождь, то, я хотел сказать, снег, снега не было. Вот, поэтому, что вышло, то вышло. Давайте посмотрим это интересное видео. А в конце я хотел бы рассказать все-таки вам про мои обновочки. Пришли мне тоже, да, да, друзья, ну, конечно, не к спиннингу, а к фидеру. Так что давайте смотрим про крутые воблеры, которые теперь у меня номер один по щуке. И вообще я очень в них влюбился. И потом плавно перейдем к фидеру. Итак, смотрим. Напарник пока открывает лодку. Подготавливает ее. Сегодня будем мы ловить вот на таком вот озерце. Времени у нас немного, буквально 2 часа. Мы вот только приехали, а куча народу уже собралась, уехала. Будем надеяться, что нам улыбнется сегодня удача. На этом озерце я ни разу не был. Вот, ну, попадаются щучки здесь. Килограмм, полтора, два, вот. Думаю, мы сегодня хоть одну такую, да, поймаем. Напарник говорит, есть у него секретные воблеры, которые вот в такой вот именно почти в зимнюю пору отлично работают. Посмотрим, поплаваем. Погода, конечно, 6. Холодина капитальная. Я что-то не особо любитель такую погоду рыбачить. Но сегодня мне захотелось побывать, испытать удачу. Ну что ж, ладно, пойду помогать раскладываться, да и поплывем. Находимся мы вот на таком озерце. Сегодня будем ловить щучку. Итак, что мы имеем? Мы имеем воблеры. Серега, что это за воблер? Это копия от Беркинг Дэвс Палисонг 130. Вот такая вот нехитрая или хитрая воблерина у меня. Ну что, попробую сейчас поймать щуку. Давненько я этого не делал. Так что, начинаем. Итак, пробуем. Пока что грустновато. Да, но мы не теряем оптимизма и верим, что хоть что-нибудь до сегодня клюнет. Так, хорошая щучка у нас. Давай, давай. Давай, давай. О, блин. Есть. Вот так-то. Держи лоб. Мне хочется что-нибудь помочь. Первое, первое. Балисонг сработал. Часа бросаю я ее. Тут хлопысь удар. У меня уже рука-то набита. Я не первый день на щуку выехал, а второй. Так что, дело мастера боится. Как-то так. В этом кто-то только смотри за воблер не бери. Вот, блин, ну хорошая. Е-мое, ты больше килограмм. Так. Вот так-то. Это только начало. Погнали дальше. Что-то пока не видать щуки больше. Но она тут есть. Значит, скоро придет есть. Ну вот, на напарника тоже что-то сработало. Давай я свой положу. Неплохая. Давай, 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 давай. Каната сработала. Каната это хорошо. О, она в траве вся. Ты ее вместе с травой тянешь. Я думала, ну десятка, это просто трава. А я думал, она двадцатка. Ну ништяк. Плохая, неплохая щучка. Да, мне кажется, это брат-близнец. Нет, это побольше будет. Думаешь? Заводи. Опа. Я бы не сказал, что она побольше. Ну ладно, может, награмм двадцать. Только если награмм двадцать. Канату. Копия мегабаз канаты от Беркинг. Хорошенькая. Продолжаем. Так. Вот такая. Давай-давай-давай. Да. У нас вся. Вся щучка на видеокамере. О! Канал оббивает шнурков. Размером с себя. Да. Ну что, часик поплавали. Две вот эти красавица едут с нами. Маленькую ту мы отпустили. Как-то так. Ну погода, конечно, жесть. Зима, холодина. Это, конечно, не летом. Все. Хотел бы вам показать. Пришли мне еще к моему фидеру. Все-таки мы больше фидер увлекаемся, упираемся, ловим на него обновочки. Итак, что мне пришло? Вот такой вот сигнализатор поклевочки. У многих он есть. Многие его видели. Вот так она раскручивается. И здесь вот такая вот небольшая обычная батареечка. И цепляется вот за вот эти вот два ушка он к кончику фидера. В режиме ожидания он себя ведет вот так. Красненький моргает. Как только поклевка, хлобысь и понеслась. Хлобысь, понеслась. И вот как-то так, друзья. Не знаю, насколько хватит батареек. Ну, такую игрушку если заказал, пускай будет. Может, мы еще в ночь выйдем на рыбалочку и потестируем. Если в этом году нет, то в следующем году точно 100%. Дальше. Пришли мне вот такие вот штукенции. Говорят, даже свет на них накапливается. Как-то там светонакопительное. И светятся в темноте. Ну, в принципе, сюда вот вставляется в эти пазы светлячок. Вот так. Вот так он вставляется. Вот красный разломал. А с этой стороны цепляем мы его за удилище. Вот так вот. Блин, палец болит. Стюка сегодня грызанула. Вот что значит мало опыта. Но я исправлюсь. И еще мне пришли вот такие вот светлячки. Красного цвета. Конечно, там прикольно. Все время я ловил были зеленого цвета. А тут увидел на Китае красного. Ссылочки потом оставлю тоже в описании. Я думаю, они себя хорошо зарекомендуют. Даже, возможно, сейчас один открою. И посмотрим. Интересно, наверное, как они будут красным светиться. Тэн-тэн-тэн. Секундочку. Вот такая вот штукенция будет светиться вот так красным. Но я потом свет выключу, покажу вам. Вот так он красным светится. Прикольно будет. Ништяк. Все, друзья. Вроде бы о всем рассказал. Блин, чуть не забыл самое главное. Мне же еще балаклава пришла вот такая. У нас же впереди зима. А это значит зимнее рыболовное приключение. Вот такая вот балаклава. Ладно, сейчас попробую ее надеть. Посмотрим, что из этого выйдет, друзья. Надо зеркало, конечно. Я не вижу, что происходит. Ну, вот такая вот штукенция. Здесь какая-то молния. Она, видать, застегивается вот так. И, и, и. Ладно, не вижу. Потом потестирую. Застегну. Ну, что. Вот такую еще балаклаву взял. Здесь даже какой-то клапан есть. Будем вот так зимой ловить. Хотя сегодня она бы мне очень не помешала бы. Такая была сегодня погода. Я, конечно, бы от этой балаклавы не отказался. Ну, прикольная, блин. С клапаном здесь, смотрите, внутри вот такая вот какая-то канитель. Интересно. И такая, вы знаете, довольно теплая. Я вот сейчас одел и сразу почувствовал. Тепло. Блин, только что-то, не знаю, с молнией здесь. Неужели китайцы мне какой-то брак подсунули? А, не, нормально. Вот, застегивается она тут к шее. Вот такая вот штукенция. Стоит где-то, по-моему, около 8 долларов. Кстати, здесь сейчас акция будет 11.11, Всемирный день шопинга. Можно, наверное, купить ее дешевле. Тоже, если не забуду, ссылочку оставлю в описании. Может кому-то пригодится. Я считаю для зимней рыбалки само то. Потому что в том году я пару раз выходил на лед. Блин, если особенно река, да, где-то в ямке. Вот так сидишь. Но если, блин, чистое, здоровое озеро, это, конечно, капец. Как бы ноги теплые, сапоги зимние одеты, штаны там, телогрейка. А вот шея, лицо, уши отмерзают капитально. Вроде и шапки одеваешь, где-то и капюшоны. Потом чувствуешь уже нос отмерз. Это, конечно, не фонтан. Видел, многие так ходят. Но я купил, есть там и по 3 доллара, но это какая-то такая, как на баечке, потеплее. Будем надеяться, что она мне пригодится и поможет одолеть мороз. Все, ладно. Вот это было, наверное, последнее в ночь. Я уже не помню, но заказывал, все приходит и приходит. Но показал. Подписываемся на канал, пишем комментарии. Впереди нас ждут шикарнейшие видео. Ну, а я поехал на очередные рыболовные приключения. До скорой встречи. Пока-пока. Пока.